здравствуйте дорогие друзья с вами светлана короткая сегодня буду делать подставку для тетради и журналов она у меня будет из картона для этого я сделала вот такой чертеж если у вас большой кусок картона можно сразу вычертить как у меня если нет то можно это все разделить вот по линиям сгиба по разрезать 777 2424 нот эти две части абсолютно одинаковые и это донышко 7 на 10 у меня был большой кусок картонов я его вырезала и теперь смотрите вот в эту часть я сгибаю соответственно размеры можно самому увеличивать или уменьшать такую подставку можно сделать из двух слоев картона если он мягкий или тонкий у меня есть у меня есть и 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 можно здесь сделать фигурный срез если делать докупаж что лучше сюда наклеить тонкий картон у картон может быть любой у меня клей полимерный друзья в такой работе лучше не использовать клей пывов и вообще любой клей на водной основе и то же самое я делаю сюда все швы я прошла я буду делать докупаж вот такой красивой салфеткой салфетки я покупаю в обычном посудо хозяйственном магазине здесь нельзя сильно разводить влагу я сразу на акриловый лак буду приклеивать салфет я проверяю чтобы не было складок лакировать я буду уже после полного высыхания лакируя с этой стороны небольшие складочки у меня появились попытаюсь я их сейчас разгладить сейчас я подсушиваю друзья внутри можно обклеить бумагой можно покрасить а можно просто оставить как картон обои у меня вот такие флизелиновые есть остатки на клей пыва также приклеиваю калории а а а и а и и Субтитры сделал DimaTorzok Хочу показать, что у меня получилось Очень я намучилась с этими обоями виниловыми Они никак не хотели приклеиваться Пришлось вот здесь прижимать прищепками В итоге получилось, конечно, хорошо У меня холодный фарфор, вообще можно взять любую массу для лепки Единственное, я его сделала немножечко под цвет слоновой кости Добавила капельку охры И буду закрывать вот эти срезы Но не все Подклеивать буду на клей ПВА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вторая сторона будет точно такая же Отлично все получилось Приклеила на картон салфетку И можно вырезать и в центр вклеить Потемнее Он сюда больше подходит Друзья, все-таки я на вот этом варианте остановлюсь И покрыть лаком надо будет Друзья, посмотрите Вот эту лепнину я делала вчера Как она потемнела Надо было краски добавить совсем немножко Вот видите, какой цвет? Сильно темный А вот это я уже сделала сегодня Из этой же массы И она точно так же После высыхания потемнеет Мне бы хотелось, чтобы был Более вот такой светлый цвет Поэтому я попробовала вот здесь Затонировать белой краской Прям чисто белой Сухой кисточкой Совсем немножко краски Та сторона пусть еще высыхает Я ее точно так же буду тонировать И здесь я Вот так осветляю При желании всю лепнину Можно покрыть акриловым лаком Вот так вот Потихонечку осветляю И останется это сделать с этой стороны Когда она высохнет Друзья, подставка получилась не только Красивая, но и большая Стенки получились толстые, прочные За счет того, что обклеена и бумагой, и обоями Такие подставки можно сделать разного размера В одном стиле Можно сделать одинаковые И украсить свой стол И все будет аккуратно и практично Подставка сделана фактически из того, что валяется всегда под рукой Друзья, а я на сегодня с вами прощаюсь Благодарю за просмотр Вдохновляйтесь и творите с удовольствием Всего вам доброго До новых встреч!